Киний мемориал с каждым часом всё больше. Помолчать и поплакать жители Эль-Паса идут и идут к торговому центру. Мой брат и племянница были внутри, когда началась стрельба. Я так рада, что они смогли выбраться. Они в безопасности. Для меня это особенно важно. Ведь я тоже мать. Я очень переживаю. Этот мужчина спасал от пуль чужих детей, которые в панике потеряли родителей. Я понимаю, что на меня смотрели как на героя, но я не поэтому их спасал. Я просто думаю о тех, кого не спас. Мне так больно, как будто я потерял часть себя самого. 251 случай расстрелов людей в США с начала года. Всего через 13 часов после Эль-Паса бойня в Дейтоне, штата Гайя. 24-летний местный купил винтовку в интернете и пошёл убивать. Офицеры патрулировали район в то время, когда бары закрывались. Они услышали выстрелы, увидели толпу бегущих людей. Уже через 20 секунд они встретили подозреваемого. Он отстреливался. Пытался проникнуть внутрь заведений. Но его вскоре нейтрализовали. А вот какой арсенал был при нём. И сколько бы патронов он ещё выпустил, не подоспей полиция вовремя. Стрелок палил по всем без разбора. Среди убитых его родная сестра, которая в тот момент гуляла по улице. После стрельбы в Техасе и Огайо на всех государственных зданиях США приспущены флаги. Ненависти нет места в нашей стране. И мы позаботимся об этом. Я говорил с генпрокурором, с директором ФБР, с губернаторами, членами Конгресса о том, что мы можем сделать. Скоро я выступлю с заявлением. Это происходит в нашей стране годами. Мы должны это, наконец, остановить. Пока президент готовит заявление, жители шокированных городов идут сдавать кровь для пострадавших. По воскресеньям станции переливания крови, как правило, не работают. Но только не в эти дни. Желающих сдать кровь для пострадавших слишком много. И двери станции открыла. Сюда приходят и жители Эль-Паса, и соседних городов. Волонтёры приносят донорам и врачам продукты. Центр работает сверхурочно, принимая по 500 доноров в день. Эль-Паса очень маленький. Мы как семья. Мы все знаем друг друга. Я никогда не думала, что такое случится в моём родном городе, где я живу уже 23 года. Это важно не только для меня. Весь город сейчас помогает друг другу. Все спрашивают, как такое могло произойти в Эль-Паса, в таком безопасном городе. Но сегодня, мне кажется, это такой шаг на пути к исцелению, который мы делаем все вместе. Между тем, стрелок из Эль-Паса жив, здоров и даёт показания. Ему грозит смертная казнь. К слову, он застрелил шесть мексиканцев, целенаправленно охотился на мигрантов. Власти соседней страны уже заявили, что могут запросить экстрадицию убийцы.